Сбербанк 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 То есть дисконт к обыкновенной сохраняется на высоком уровне, около 20%. Я думаю, что он в течение года сохранится, сократится до 10%. И все-таки разная дивидендная доходность, хоть она и небольшая, но у привилегированных акций она на уровне 3,5%, у обыкновенных 2 с небольшим. С фундаментальной точки зрения мы видим потенциал роста около 70%. Колебания, как я уже сказал, Сбербанк упал на 23% с момента, скажем, с 1 августа, в то же время, как другие банки на развивающихся рынках упали на 15%. Поэтому потенциал 10-15% на движение наверх, он очевиден. Привилегированный, как я уже сказал, дисконт до сих пор очень большой, 20%. Я думаю, что он сократится точно в два раза, то есть до 10%. Может быть, это будет длительный процесс, но динамика привилегированных акций, она практически совпадает с динамикой обыкновенных акций. Плюс, дополнительно, вы еще получите сокращение дисконта около 10%, но это все-таки перспектива, скажем, 6 месяцев. Ну что ж, короткая идея. Игорь Прохаев, фицпрезидент Тройки Диалог, обещает буквально за две недели заработать 10%, а то и 20% на инвестициях в акции Сбербанка в обыкновенные акции. И, собственно, есть и более фундаментальная идея вложиться приблизительно на полгода в бумаги, привилегированные Сбербанка. Ну, собственно, покупать или не покупать Сбербанк решать вам. А это была идея дня на телеканале «Дождь». Сбербанк. Сбербанк.